Добрый день! С Вами компания Кровмонтаж. Меня зовут Мороз Алексей. Сегодня я приехал инспектировать очередной наш объект. Я здесь впервые. Производим монтаж фальцевой кровли по Пятницкому шоссе деревни Бакеево. За моей спиной находится дом из бруса 150 на металлических сваях. Нас пригласил человек сделать кровлю, утеплить пирог 200, сделать гидроизоляцию, качественную мацарду и кровельный металл. Металл мы используем Пурал. Вот я могу показать. 29 цвет, красный. Мне очень нравится. Вот уже прокатанные картины. Наш станок катается с ребрами жесткости. И сейчас мы сделаем обзор этого объекта. Здесь сделана работа уже на больше 50 процентов. Одна часть покрыта полностью и утеплена. Здесь также будем устанавливать водосток. А, даже и веранда покрыта. С боковыми элементами. Вот, но пройдемте на объект. Буду знакомить вас дальше. Ну вот, друзья мои, мы поднялись на верх, на леса, на веранды. И традиционно начну с обзора карниза. В принципе, значит, мы должны сдать объект без подшивки. Только вот утеплить пирог. Наличие всех слоев и продыха. Вот хочу обратить внимание, здесь уже идет процесс, уже тепло. То есть, обязательно эта часть должна вентилироваться. Если будет она закрыта с обоих сторон, не будет вентиляции ни снизу доступа, ни продыха, то уже будет образовываться конденсат. Почему? Потому что древесина-то сырая, в ней присутствует влага. Вот. Обязательно нужно продых. Потом продых мы будем обеспечивать. Вот, купили сетку под красный цвет. Вот она будет, значит, обеспечивать, закрывать этот 5-сантиметровый зазор. Вот. И заказчик уже будет обшивать потом, чем хочет. Ну, так как дом деревянный, скорее всего, вагон. Вот. Это капельник. Вот хочу показать, Василий, покажи. Здесь металлические кронштейны идут по краю с междуряди 50 сантиметров. Вот. И за них, так сказать, цепляется карнизная планка. Вот. С нее начинается. Тоже нарезаем эти карнизные кронштейны, кронштейны, вернее. Грунтуем. Вот. Ну, дальше. Давай будем подниматься. Сам непосредственно самокровли. Это, так сказать, здесь пристройки. Это веранда. Не знаю, что. Вот. Выполнен водосточный жилоб стационарный, фальцевый. Значит, по всей длине уклон на эту часть. Что я хочу сказать. Вот этот металл, вот этот карнизный металл, он проложен выше вот этой линии, значит, соединения картин. Дабы здесь будет стоять всегда снег, сугробы. Даже если что-то и в этой линии, так сказать, прокапает, то он выйдет по этому страховочному металлу. Всегда по периметру мы делаем в два слоя металла, дабы обезопасить и клиенту, и себе стопроцентную гарантию. Вот. И вот, пожалуйста, перед вами, наверное, вам интересно, что на коньке, наверняка, продых понятий. Мы уже показывали и на гибкой плитке, на фальцевой, а вот примыкание. То есть, если и кровля, то вот, нет, не будет примыкать. Нет, как она будет примыкать и дышать за счет чего? Вот выполнена, так сказать, планка примыкания, там под ней обрешетка, и сама кровля оставлен в зазор. И вот циркуляция будет воздуха и не будет собираться конденсат. Еще хочу отметить, вот здесь будет устанавливаться воронка. Видите, так как металл имеет с другой стороны грунтовку серого цвета, здесь вставляется дополнительная планка декоративная, чтобы прикрыть эту, так как желоб стоит в 90 градусов, прикрыть эту серую грунтовку, вставляется декоративная планка и потом обжимается. Вот. И здесь еще незаконченный элемент, здесь будет устанавливаться переходник, то есть вместе с воронкой надо делать устройство слива водосточной трубы. Ну, здесь понятно. И вот так, смотрите, сбоку вешается карнизная планка. Еще наши сотрудники мастера не обжали их щипцами. Этот элемент надо еще, Вась, ты обязательно, ну, конечно, проконтролируешь. Я проехал сюда, действительно, по... Произвести внутреннюю комиссию нашу мы проводим на наших объектах. Прежде чем передавать объект заказчику или наши виды работ, мы всегда проводим внутреннюю комиссию. То есть составляем акт, если есть какие-то недостатки, нужно устранить. Потому что некоторые клиенты, они, что там говорить, они могут не понимать в крыше, что происходит. То есть за качеством нужно следить, и неустанно причем. Так, теперь пойдем на основную крышу, посмотрим, что там делается наверху. Здесь приготовлены кронштейны для желоба, вот из полосовой шины, из металла 400 мм. Мы нарезаем полоски, насверливаем, фрезеруем, чтобы саморез, шляпка самореза утапливалась. И грунтуем, грунтовкой. Вот непосредственно эта шина из металла придает жесткости водостоку, почему он не может развернуться. А это карнизные кронштейны. Вот вы можете посмотреть веса нашей компании. Так, поднимаем мы материал наверх, крыши, значит теплитель. Вот заготовлены самореза. И ребята нагнули на станке вентилированный конек. Водосток, это на вторую половину крыши, водосточная шива. Карнизные планки. Все доборные элементы. Это мы гнем на месте, мы привозим сюда только оборудование и металл. И по заказу заказчика все это обсуждается. Размеры карнизных планок, боковых. Это мы можем нивелировать на объекте, как кому нравится. Сделать пошире, поуже, узор какой-то придать. А не то, что у вас в цеху или на заводе вам дают то, что, так сказать, у них стандартно идет. И так далее. В этом есть свое удобство. Вот мы забрались на самый верх нашей крыши. Хочу показать. Сейчас наш сотрудник производит демонтаж временной кровли, рубероида и обрешетки. Потому что дом отстаивался один год. В течение одного года деревянный. Сейчас мы эту демонтируем. Рубероида и обрешетки. Потом будем снимать и эту обрешетку на самом деле. Изнутри мы натянули уже пароизоляцию и подбили, если видно, обрешетки, подбили с той стороны. Теперь нам осталось дело за малым. Демонтировать эту обрешетку и, значит, наполнить межстропильное пространство утеплителем в четыре слоя. Используем урокл лайбатс 35-я плотность. Потом идет гидроизоляция, контрабрешетки для прудыха и обрешетки. Вот в такой последовательности пирог. Вот вы сами видите, работы ведутся демонтажно. Давай посмотрим, что сделано с той стороны. Вот непосредственно эта часть кровли готова. Ну, можно так сказать... С этой стороны тоже произведется монтаж кровли. Подойдет также гидроизоляция на хлюст. Как вы видите, это диффузионный зазор для продыха. И в этом месте будет устанавливаться вентиляционный конек, где будет производиться вентиляция кровли дышать. О том, что я говорил в самом начале на, так сказать, пристройке. Вот, пожалуйста, полкрыша готова. В принципе, я оцениваю эту работу на четыре с плюсом. Серега, привет! Слышал? Четыре с плюсом. Работает хорошая бригада из Тульской области, которая с нами сотрудничает долго. Потомственная, жестящая. Ну, четыре с плюсом надо объяснить, потому что еще, наверное, не все доделано. Да, да. Еще есть мелочи, которые надо сделать. Поэтому это предварительная оценка. Мне всегда вот... Хоть посмотреть, интересно, что такое винтовые сваи. Вот, видишь, на одном уровне, как они заворачиваются. В уровень. Здесь, наверное, близко вода находится. Для фундамента. Нельзя заливать. Да и говорят экономичнее. Винтовые сваи держат дом. Ну, хотя я читал отзывы, между прочим, Вася. Помнишь, я тебе рассказывал, что момент единственным минус – холодный пол. Холодный пол, там его надо утеплять. Ну, я хочу, что подытожить сегодняшнюю нашу встречу. Значит, вы сами видели все качества наших работ. Наши фирмы. И, так сказать, пожелать всем удачи. До новых встреч на нашем канале, на наших новых репортажах. Меня зовут Мороз Алексей. Компания Кровмонтаж. Я оператор. Спасибо. До новых встреч. Не забывайте подписываться. Смотрите много нового. То, что не видели на нашем канале. До свидания. Кровмонтаж.